В 1924 году Ленин умер после долгой болезни, а в 2017 году доктор Валерий Новоселов получил доступ к дневникам его врачей. Он стал первым и единственным их исследователем. В течение 75 лет дневники были закрыты, а когда в 1999 году этот срок истёк, архив продлил его ещё на 25 лет. Изучив дневники врачей, Новоселов пришёл к выводу, что все эти годы официальную причину смерти Ленина указывали неверно. У Ленина, как считается, было мультиинфарктное поражение мозга. О состоянии его здоровья имеется очень много публикаций, но в основном это рассуждения разных историков без признаков медицинских знаний и не подкреплённые никакими историческими документами. За весь период было выпущено только две книги. В 1997 и 2011 годах академик Арамн, директора Института физико-химической медицины Юрия Михайловича Лопухина. Болезнь, смерть и бальзамирование В.И. Ленина. Он с 1951 года работал в лаборатории при Мавзолее. Собственно, о болезни вождя там немного. Большая часть всё-таки посвящена истории с бальзамированием. Юрий Михайлович в итоге написал, что по самой болезни у него осталось больше вопросов, чем ответов. Документальная часть в его книге отсутствовала. Дневниковые записи самих лечащих врачей Ульянова представляют собой толстую папку в дермантиновой обложке коричневого цвета в 410 страниц формата А4. Формально это не медицинская документация. Слово «диагноз» там нигде не звучит. В нём содержится масса информации, что пациент ел, с кем встречался. Записи начинаются с конца мая 1922 года, когда считается, что Ленин заболел. И заканчиваются 1924-м. С его смертью. Вели дневник три врача. Василий Васильевич Крамер, собравший анамнез пациента. Алексей Михайлович Кожевников, который начал его лечить. И Виктор Петрович Осипов, закончивший лечение. Все основные врачи были неврологами. По официальной версии у Ленина случилась серия инсультов, которыми как раз занимаются эти специалисты. Кстати, с самого начала болезни Ленина можно заметить интригу. В России к 1922 году было три ведущих невролога, три мировых звезды. Лазарь Соломонович Минор, Ливерий Осипович Даркшевич и Григорий Иванович Рассалимо. Когда по просьбе советских руководителей в Москву приехали иностранные доктора, чтобы смотреть Ленина, они были удивлены, что никто из этих знаменитостей не привлечён к лечению вождя. И вот что интересно. Ленин повернул историю всего мира. С каким знаком плюс или минус – это отдельная тема. Но его личный врач Кожевников вообще никому неизвестен. Сегодня есть только надпись на могильном камне. Но это не значит, что среди докторов специально выбирали серую мышь. Неизвестным его сделали потом. В мемуарах академика Алексея Ивановича Абрикосова, основателя советской школы патологической анатомии, Кожевников упоминается несколько раз, причём в списке выдающихся врачей. Кроме него, из ведущих неврологов Ленина наблюдал только Владимир Михайлович Бехтерев, которого в 1927 году отравили. В народе бытует версия, что Бехтерева отравили из-за диагноза, который он поставил Сталину – паранойя. Но правнук Бехтерева, директор НИИ «Мозга человека» РАН Святослав Медведев и другие родственники уверены, что причина именно в Ленине. Бехтереву нельзя было приказать отойти в сторону. Он мировое светило, глыба в науке. Именем Бехтерева в медицине названо 47 симптомов, синдромов, болезней. Этот рекорд до сих пор никому из учёных в мире не удалось превзойти. То есть для руководителей советского государства Бехтерев был недосягаемой величиной. А ещё он был очень упрямым мужиком. Накануне смерти он собирался ехать на крупную неврологическую конференцию за рубеж. Вероятно, его побоялись выпускать как носителя тайны болезни и смерти Ленина. Поскольку влияния на академика не было, решили действовать проверенным методом. Отравили. Он вечером заболел, а утром умер. Клиническая картина была характерна для отравления мышьяком. Все последующие события с вскрытием на дому, вернее просто забором мозга и мгновенной кремацией, только подтверждают политический заказ. Представьте себе внезапную смерть мирового светила в медицине. При этом никакого судебно-медицинского исследования не проводится, которое должно было быть обязательно. Прямо дома мозг изымают, а тело немедленно сжигают. Так что же не так с заболеванием Ленина? Патолого-анатомический акт вскрытия тела Ленина был написан на следующий день после смерти, 22 января 1924 года, в подмосковной усадьбе в Горках. При этом пациентов скрывают 22 января, а на следующий день, 23 января, тело доставляют в Москву. То есть тело не отвозят в профильное учреждение, где есть патологоанатомы, секционные столы, инструменты, прозекторы, а его сначала вскрывают в Горках, где ничего этого нет. Там же собирают медицинский консилиум, 11 человек. Из них только трое врачей были в усадьбе с момента смерти, остальных нужно было доставлять на место. Москва в то время заканчивалась недалеко от Павелецкого вокзала. Усадьба Горки далеко. Кругом усадьбы, обширная лесопарковая зона. Вокруг около 30 человек охраны из латышских стрелков. Так что фраза, что врачи заключения писали под прицелом, не сильно далека от истины. В Москве трудно было бы обеспечить нужный уровень секретности, поэтому выбрали усадьбу в лесу. Но даже в удаленных Горках все-таки произошел инцидент. В медицинской комиссии, присутствовавшей на вскрытии, был Федор Александрович Готье, личный врач семьи Ульяновых. Это русский человек с французскими корнями. Из всех присутствующих он единственный не подписал патологоанатомический акт исследования тела Ленина. Однако есть второй документ, также от 22 января 1924 года, с подписью Готье. В чем разница между этими бумагами? В документе с подписью Готье было сказано «Обнаружены резкие изменения кровеносных сосудов головного мозга, свежее кровоизлияние, что послужило причиной смерти». С этим доктор Готье согласился. Но его подписи нет под заключением, что причиной болезни умершего является атеросклероз сосудов на почве преждевременного их изнашивания. Этого диагноза не существовало ни тогда, ни сейчас. Еще в начале прошлого века теория о безносе сосудов была признана несостоятельной всеми специалистами мира. И патологоанатом номер один в стране и в мире Алексей Абрикосов, вскрывавший тело, не мог этого не знать. Как не могли не знать и его коллеги, приглашенные в горки. Вскрытие длилось 3 часа 10 минут, как указано в акте. В мемуарах Абрикосова указывали время 3 часа 50 минут. Такое вскрытие должно было занять не более двух часов. Чем занимались оставшиеся два часа? В горках был телефон, и дополнительное время ушло на согласование диагноза с Политбюро. То есть две страницы акта написаны врачами, а заключительный абзац о необычном атеросклерозе спущен сверху. Но если внимательно вчитаться в патологоанатомический акт, то человеку с медицинским образованием станет ясно, что никакого атеросклероза у Ленина не было. Потому что для него характерны определенные морфологические изменения. Первое – обязательно липидные жировые пятна на стенках сосудов. Второе – атеросклеротические бляшки. Но в акте вскрытия Ленина написано «сосуды как шнуры» и другие подробности, которые описывают другое заболевание. Менинговаскулярный сифилис головного мозга. Врачи Ленина ясно написали, что при жизни пациент получал лечение, соответствующее диагнозу. А лечили Ленина только противосифилитическими препаратами. Это тяжелые металлы – ртуть, висмут, мышьяк, большие дозы йода каждый день. Все это описано у академика Лопухина. На тот момент во всем мире с сифилисом боролись только так. Состав команды докторов, лечивших Ленина, также говорит о многом. Например, его основной лечащий врач Кожевников в те годы считался ведущим специалистом в России по нейросифилису. Также специально для консультации Ленина был из Германии вызван Макс Нонне, главный специалист Европы по лечению нейросифилиса. У Ленина для того времени была стандартная клиническая картина. В психиатрических отделениях российских больниц пациентов с точно такими же симптомами было от 10 до 40%, поэтому все прекрасно понимали, что это такое. В том числе и данный пациент, ведь не случайно он просил яду. Он видел, как обычно заканчивается эта болезнь. Прогрессирующим параличом, слабоумием. Главный патологоанатом Москвы Ипполит Давыдовский писал, «По данным вскрытий, количество больных сифилисом в 1924-1925 годах составляло 5,5% населения. То есть из 100 москвичей как минимум пятеро были больны. И эта статистика неполная. Регионы сильно отличались друг от друга. В Калмыкии, например, больных было до 43% от списочного состава населения. Поголовные осмотры в 1920-х годах показали, что в отдельных селах Центральной России сифилисом болели до 16% жителей. Так что в России тех лет была эпидемия сифилиса. Но сифилис являлся колоссальной проблемой не только для России, но и для Европы. Когда в 1940 году открыли антибиотики, эту болезнь стала лечить довольно просто, а до этого она представляла угрозу государственной безопасности. Как именно заразился Ленин, неизвестно. Но в то время бытовой сифилис был широко распространен. Сифилис, неважно какой, всегда считался недостойным заболеванием. У него было множество названий. Французская, польская, гнилая болезнь, Франц-Венера. И такая болезнь в красный проект по построению нового человека никак не вписывалась. К тому времени многие русские врачи, принявшие революцию, служившие советской власти, были деморализованы. В архивах есть письмо организатора советской медицины Николая Семашко, адресованное лично Владимиру Ленину и членам Политбюро. Там он говорит о том, что на Всероссийском съезде врачей многие выступали против советской медицины и восхваляли страховую и земскую. И 22 мая 1922 года Ленин дает указание Дзержинскому разобраться с врачами. Как разбирались в то время, все знают. Но в ленинской медицинской команде было 9 иностранцев. Казалось бы, почему из них никто не проговорился? Во-первых, ГПУ, главное политическое управление при НКВД, гуляло по Европе как у себя дома. К тому же иностранцы получили очень большие деньги. Кто-то 50 тысяч, кто-то 25 тысяч золотых рублей. Сегодня эта сумма эквивалентна миллионам долларов. У советских врачей с властью был негласный договор. Пока врачи молчат, власть их не трогает. Обеспечивал его выполнение наркомздрав Николай Семашко. Он служил буфером между врачами и Сталином, пытался сгладить шероховатости. Не получилось только с Фёдором Готье, отказавшимся подписать акт вскрытия Ленина. У старого Готье был единственный сын Александр Фёдорович, в то время знаменитый тренер по боксу. Его расстреляли в 1938 году. Отец этого не вынес и через два месяца умер. Расстреляли и Николая Попова. В ленинской бригаде он был самым молодым врачом, только-только поступил в ординатуру и при знаменитом пациенте выполнял функции санитара. В 1935 году он попытался анкетировать Надежду Крупскую о жизни и болезни Ленина. Иностранные врачи, лечившие Ленина, в среднем на 12 лет прожили дольше, чем русские. У первых средняя продолжительность жизни составила 80 лет, а у наших – 68,5 лет. Это большая разница. Она связана с состоянием сильнейшего стресса. Внучка академика Абрикосова, проводившего вскрытие Ленина, Наталья Юрьевна, мало что помнит, когда дед умер, ей было 6 лет. Но она сказала чётко. В семье все понимали, что Абрикосов до вскрытия Ленина и после – это два разных человека. А вот цитата профессора Осипова, одного из основных лечащих врачей Ленина. Неврастеническая форма, подобно вообще всем формам мозгового сифилиса, характеризуется головными болями, преимущественно усиливающимися по ночам. Часто больные жалуются на тяжесть в голове, неясность и затруднение мышления, умственную и физическую утомляемость, что легко доказывается объективно. Раздражительность, придирчивость, мнительность, подозрительность, тревожное и беспокойное состояние. Патологическая жестокость резолюции требований «расстрелять, повесить» уже больного вождя народов в этом ключе получает вполне логичное объяснение. Так или иначе, тема причины смерти Ленина до сих пор остается табуированной. Государственный архив до сих пор не рассекретил дневниковые записи, о которых идёт речь в этом выпуске. Что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. И настройте уведомления, потому что следующий выпуск будет посвящён не менее интересной теме. До встречи на Крамоле!